Тайские нюхалки, нюхачки. Как только не называют наши русские туристы тайские ингаляторы. Что это такое, какие бывают виды тайских ингаляторов, я вам расскажу в этом видео. Тайские ингаляторы бывают в нескольких видах. Первый вид, самый распространенный, это вот такие вот ингаляторы в таких вот упаковках. Самый популярный в Таиланде это Пой Сиан, к сожалению, я только сейчас заметила, что у меня его нет в наличии. Поэтому я буду рассказывать на примере других. В целом у них очень похожий состав, то есть они все идут на основе эвкалиптового масла, на основе брониола или бронейская камфора, которая добавляется из пачули. Также туда добавляется ментол. Эти ингаляторы очень эффективно очищают нос, когда начинается только насморк. Они устраняют головокружение, они дают свежесть, бодрость, помогают проснуться, если вы чувствуете, что вы засыпаете. Как, что находится внутри у этих ингаляторов. Я покажу на примере антистрессового ингалятора Красный Лотос. Здесь, если раскрутить, то вы увидите, что здесь находятся дырочки. Внутри находится стержень, который пропитан маслом. Если открутить, вот здесь внутри, вот в этом контейне находится масло, которым можно дозаправить ингалятор легким движением руки. Вот такой стержень находится внутри этих ингаляторов. Вот он вставляется сюда. И если вдруг ваш ингалятор перестал так активно пахнуть и работать, вы просто берете этот пузыречек, делаете несколько встряхиваний. Бальзам попадает и пропитывает снова стержень. И ваш ингалятор снова активный. Об этом фокусе не все знают. Многие стараются скрывать это, чтобы увеличить продажу этих ингаляторов. Вот. Этот ингалятор, он пропитан очень интересным составом. Это жидкий бальзам с экстратом Красного Лотоса. Он обладает еще кроме освежающего и антибактериального эффекта при гриппе и простуде, он также обладает и антистрессовым эффектом, и очень приятным цветочным ароматом. Этот бальзам также можно, если у вас какие-то царапины, какие-то укусы комаров и так далее, тоже можно смазывать жидким бальзамом вот из этого нижнего контейнера. Вот. Следующий вид ингаляторов, это ингаляторы, которые внутри содержат травы. То есть вот здесь вот в марле завернута травка. Вот их есть у нас в ассортименте два вида. Вот этот вот самый популярный. Он продается во многих турчейских местах, он самый простой. У него такой вот, вот он так запечатан. Это я уже распакала, просто я этим пользуюсь. Вот эти ингаляторы, как они используются? То есть, во-первых, это идет дыхание носа. Также можно, если у вас воспалена носоглотка, вы можете вдыхать ртом. Эфирные масла, они обволакивают слизистую горло и убирают воспаление. Не сразу, конечно, придется дышать некоторое время. И еще один способ, который мне показала моя тайская знакомая, Это если у вас устают глаза у компьютера и начинается деться зрение, ингалятор подносится к глазу, только не вплотную. И просто моргаете глазом. Пять раз одним глазом. Пять раз другим глазом. Близко только очень не подносите, потому что с непривычки могут пойти слезы, может пойти раздражение глаза. На расстоянии около пяти сантиметров, можно чуть ближе, можно 3-5 сантиметров подносите к глазу. И делайте ингаляцию глаз. Я пробовала. На самом деле, когда устают глаза, здорово помогает. По этому же принципу сделаны и вот эти вот три вида ингаляторов. То есть, в них разница в том, что здесь такой больше противовирусный эффект, который помогает при гриппе и простуде. Этот дополнительный ингалятор, он также обладает антистрессовым эффектом. Вот эти вот ингаляторы, у них очень интересная упаковка. Вот здесь вот в состав входит тетирное масло Галангала. И этот ингалятор, давайте я открою, покажу, что тут внутри. И также этот ингалятор очень полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях. Он также успокаивает нервную систему. И когда у человека сердечный приступ нервный, он тоже помогает человеку успокоиться. Вот здесь вот видите, ах, улетела. Вот здесь в ингаляторе тоже находится вот такая вот пропитанная штучка. Почти как здесь, только она немножко другая. И внутри там тоже стерженочек, который пропитан эфирным маслом. И сверху над стерженечком находится такая вот марля, наполненная тайскими корешочками. Вот этот ингалятор, он рекомендуется сердечником. Такая хорошая ароматерапия. Еще один ингалятор, он мне тоже, он сделан по этому принципу. Он мне очень нравится по дизайну. То есть у него такой стильный стальной дизайн. Он очень красивый. Его, когда я в России доставила его из сумочки, на людей, которые не знакомы с тайскими ингаляторами, он производит такое интересное впечатление. Они так смотрят, что это. То есть такая вещь, которую не стыдно достать из сумочки. Внутри, вот если снять, если убрать вот эту вот штучку, то внутри вы увидите там точно такую же марлю, которой завернуты тайские коренья и травы. И эта марля также пропитана тайским бальзамом. Вот очень такая приятная, интересная вещь. И так же по этому принципу сделан вот этот вот ингалятор. Он меньше размером, он более легкий по весу. Открывается. И точно такой же принцип, как у этого ингалятора. Только сделан из металла, это сделан из пластика. И они отличаются запахом. Здесь разный состав трав. На сайте у нас написаны составы и каким эффектом обладает каждый ингалятор. Вот. И последняя категория ингаляторов, это жидкие бальзамы с роликом внутри. Они бывают самых разных видов. Я вот выбрала те, с которыми мы работаем. Классический ингалятор роликовый с тайскими травами. Вот видите, здесь даже специально уже для наших есть информация на русском языке. Вот. На коробочке. На бутылечке нету. А вот на коробочке, я знаю, что наш интернет-магазин работает с русскими клиентами, здесь есть информация на русском. И по составу, и рекомендации, и названия. Здесь тоже находятся коренья и травы, также тайские специи, пропитанные маслом, масляным жидким бальзамом. Здесь находится ролик. И он используется, просто наносится роликом под носом. Также им можно нанести на виски, по росту волос. Ну и также ситуативно при вкусах насекомых и также на раны. Вот здесь вот такой классический тайский аромат тайских трав. Вот этот вот бальзам, он также обладает противовирусным эффектом, помогает приблизить грибе из пастудии к головной боли. Но он пахнет ананасом. То есть вот здесь вот внутри плавают кусочки ананаса. И он обладает обалденным, сладким, приятным запахом ананаса. Если этот бальзам некоторые люди стесняются использовать в людных пистах, потому что говорят, ну что-то от меня как от бабушки будет пахнуть аптекой. То если вы будете использовать вот этот бальзамчик, то от вас будет пахнуть сладким ананасиком. К тому же говорят, что фермент ананаса является афродизиаком. Вот, еще один тайский интересный бальзам, ингалятор, тоже он с роликом. То есть его тоже можно использовать для ароматерапии, смазывая подносом. Пару капель можно капнуть в ладошках растереть, тоже нюхать. У него более приятный аромат, он содержит масло огорода. То есть удового дерева и также эфирное масло жасмина. То есть вот этот вот бальзамчик, он пахнет жасмином и также у него есть легкие древесные нотки. И также за счет этих компонентов у него более выраженный целебный эффект при заживлении укусов, при заживлении там всяких мелких ссадин. Также он эффективно снимает головную боль, устраняет насморк, ну и повышает настроение, когда вдыхаешь его запах. Еще один мой любимый бальзам, вот я специально выставила, вот я полностью уже использовала, он закончился. Это ингалятор с антистрессовым эффектом, как раз таки вот этот вот бальзамчиком наполнен, вот такой ингалятор. Причем эти ингаляторы мы договорились с производителем, что мы не будем их продавать, потому что изначально они их сделали как промо-материалы. Мы их тоже используем как промо-материалы, мы их дарим в акциях, просто кладем иногда в посылки. И многие после того, как получают вот этот ингалятор, они заказывают уже полную версию бальзаму, хоть он небольшой, но его хватает очень надолго. Вот этот я использовала больше года. Сейчас я вам покажу целый, вот такой коробочке. Вот так вот он выглядит. Мне очень нравится его запах, он содержит эфирное масло красного лотоса. Красный лотос это священное растение в Таиланде. И считается, что эфирное масло лотоса, оно гармонизирует энергетику. Ну, не все верят в энергетику, точно могу сказать, что он обладает антистрессовым эффектом. То есть, когда у вас какая-то стрессовая ситуация, из-за которой вы начали плохо себя чувствовать, у вас пошло изражение, волнение, вы просто садитесь, начинаете вдыхать нежный цветочный аромат этого бальзама-ингалятора, и потихонечку уходит напряжение, у вас появляется трезвая смысл, и вы уже можете спокойно как-то думать, реагировать. Вот, и еще один тоже бальзамчик, ингалятор. Вот он, правда, он такого вот вида. Есть маленькая дырочка-дозатор, то есть он капается просто на руки, растирается, и делается ингалятор, или смазывается по росту волос, или подносом. Тоже такая очень эффективная ароматерапия. Вот этот бальзам, он содержит очень интересные тайские травы, и включает также сбор китайских трав. Например, сюда входит эфирное масло дудника. Он очень хорошо регенерирует кожу, то есть тоже при мелких ссадинах, при ушибах, при неглубоких порезах, также при головной боли, при усталости, при головокружении, очень эффективная вещь. У нас также еще есть еще один бальзамчик, тоже из этой серии, с запахом кофер лайма. Я, к сожалению, не нашла дома. В офисе у нас, на складе он, к сожалению, сейчас тоже закончился, поэтому я не могу вам его показать. Здесь находится жидкое зеленого цвета, и он обладает более выраженным запахом лайма. Такой сладкий, конфетный, можно даже сказать. Эти бальзамы, они очень хорошо помогают при укачивании, эти бальзамы очень хорошо помогают при головокружении, при головных болях, как профилактика простуды и гриппа, как профилактика гриппа в сезон, как раз-таки, когда везде эпидемия. То есть элементарно, когда я хожу в больницу, я просто беру с собой бальзам, смазываю подносом, и чаще всего, когда я возвращаюсь, я ничего домой оттуда не приношу. Вот, потому что, когда бывает, что надо пойти к донтисту с ребенком, пойти на прививки, еще куда-нибудь, а больница это все-таки место, где постоянно есть вирусы. И вот эти тайские бальзамы, ингаляторы, они помогают как раз-таки предотвратить заражение. Кроме того, эти бальзамы также все они практически снимают головные боли, если они только-только начинают у вас болеть от переутомления, от усталости. На самом деле, вот все ингаляторы, о которых я вам сейчас рассказала, по сути, они обладают очень похожим действием. Но самая главная разница, которая в них есть, это запах. И в нашем интернет-магазине вы можете выбрать ингалятор на любой вкус. Внизу видео находится название нашего сайта, bestfrontite.ru. Вы можете ввести это слово в поисковик, зайти в раздел ингаляторы и выбрать тот, который вам больше всего понравится по описанию запаха. Еще одно отличие этих ингаляторов, это то, что эти ингаляторы вы можете использовать только как ингаляторы, вдыхая их запах. А эти ингаляторы вы также можете использовать как мини-аптичку в вашей сумочке.